Добрый день, уважаемые трейдер-инвесторы. Сегодня 12 октября, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете мне за спиной на ежедневной основе. Итак, дорогие мои трейдунишки, сегодня очень важный день для всех валютных спекулянтов. Сегодня инфляция в Соединенных, по некоторым данным, еще Штатах Америки, а также число первичных заявок на число пособий по безработице в этой необычной стране. Ну и Международная резерва Центрального банка России, я думаю, вообще никому не интересна. На основе вот этих новостей, которые выйдут в 15.30 по Москве, может очень пошатать многие инструменты. Давайте посмотрим, что может произойти. Поехали. Итак, начнем мы с котировочек золота, которые кто-то хитро сделанный, либо хитро рожденный, очень здорово натягивает перед определенными новостями, которые сегодня произойдут. И что-то мне подсказывает, что это супер натяжка перед новостью. Но я могу ошибаться, как это делаю периодически, потому что, кроме того, что рост золота начался с неоднозначных, на мой взгляд, нонфармов, продолжился после начала боевых действий на Ближнем Востоке. И, собственно, двигается по нарастающей. И теперь на вот этих вот лонговых дрожжах. Что любопытного происходит? Обратите внимание, что золотишко вплотную приближается к зеркальному уровню поддержки сопротивлений, который очень любят адепты Александра Михайловича Г. Вот. Кроме того, те, кто торгует ложные пробои, видят, что уровень 1879 остался позади. Потому что сейчас у нас котировочки уже немножко выше. Соответственно, у нас есть зона технического сопротивления в рамках уровня 1883. Есть пока еще не ложно пробитый уровень 1879. Вот. И впереди у нас две новости, которые выходят по любимой американской привычке почему-то в одну и ту же секунду. То есть, инфляция и число привычных заявок выходят в одну секунду. Вот такой вот прикол придумали американцы. Нет бы распределить эти новости хотя бы через несколько минут, даже пять, пусть четыре, даже одну. Нет, они публикуют это все вместе. Догадайтесь, для чего? Для того, чтобы спутать вас, дорогие мои трейдунишки. Что может произойти? Эти новости могут скоррелироваться друг с другом, друзья мои. То есть, могут выйти одинаково зеленые, либо одинаково красные. Спешу вас расстроить, кто думает, что на зеленочке мы можем посыпаться по золоту. Почему? Потому что вот так и должно быть. Вчерга вышли пипяйки и вышли очень зеленые. И котировки золота вообще не шелохнули. Значит, есть какая-то сила, которая значительно имеет интерес в ланги, нежели в шарты. Что это может быть? Это могут быть либо ожидания сегодняшних стопроцентных вариков по зеленочке на инфляции, либо вообще пофиг всем на эти новости сейчас, потому что все сейчас отрабатывают ближневосточные страхи. И поэтому, собственно, золото растет. Как бы то ни было, моя святая обязанность вам об этом сообщить. Что думаю я по всему вот этому золотому ланговому беспределу? Я думаю, что пока еще думаю, что это все развод в шарты. Почему? Потому что кто-то остановил золото на нонфармах внизу, и эти новости, ну я имею ввиду по безработице, не были однозначно слабыми. Так же, как и вчера, PPI-ки и протоколы. Ну вот, то есть я вижу натяжку, какую-то натяжку, которая может сегодня, конечно, дать дрозда. Что бы мне хотелось увидеть по золоту, мне хотелось бы увидеть вот такое движение. Как заработать на этом? Другой вопрос. Дело в том, что золото не самый, на мой взгляд, техничный инструмент на среднем сроке. Ну даже вот на 4-х часовом графике, если вы здесь посмотрите, логику найти непросто. Но в любом случае, сегодня бы я посматривал именно, ну как минимум, на коррекционные движения. Потому что, ну тянут очень мрачно, тянут, тянут. Единственное, конечно, если сегодня на страшной зеленке золото не провалится, значит, все играют просто в войнушные страхи и тупо тарятся злом против всех новостей. Ну тогда мы, собственно, с вами здесь ничего не сможем предугадать, предсказать и спланировать. С точки зрения охоты за стопами, золото оставило площадку. Однозначно, эта площадка чуть, ну, чуть выше, там, 1800 уровня. То есть, это был минимум текущего года. Мы к нему подошли, происходило это после хорошего падения. И логично, что золотишко бы это все должно дожать. Ну, понятно, не за одну сегодняшнюю новость, потому что мы растем, как бы, слегка не один день. Вот, и это было бы логично, да, то есть, у нас идет нисходящий тренд, падение, откаты, тесты и дальнейшее падение. Ну, понятное дело, что там не с одного хода, да, но как минимум, как минимум, там, подкорректироваться на лонговом сломе бы можно было. И дальше его потихонечку, как бы, прошить вот таким образом. Если мы переключимся на пятнашки, то увидим, что пока никаких сломов на пятнашках не было. Был один вчера, вчера, и он не удержался. То есть, был слом, был тест и был пробой. Все, то есть, те, кто стоял в шортах, здесь могли уже принять маленький стопик, да, ну, относительно профита, который могло здесь навалить, и, собственно, смотреть дальше. Сейчас у нас новые, новые лонговые, как бы, треугольнички. Вот, просто подставляем под них сломы и ждем. Возможно, через, там, какое-то время, может, еще будет перехайк, к примеру, выйдет новость, как бы, все подвалит, подвалит, да, и с отката на этот слом можно опять пробовать шортить, если, конечно, дадут, и удерживать, удерживать это все, ну, как минимум, до ближайших сломных поддержек и так далее. Работать тупо на перекрытие гэпа, потому что вот он вам нравится, ну, не очень правильно, хотя зачастую они перекрываются. То есть, здесь либо играть в большую игру, либо, кстати, на дневках я нарисовал, что есть игры гораздо большего масштаба, чем то, что мы сейчас видим даже по обновлению минимума текущего года. Есть, есть площадки, которые были оставлены в 22-м году, а есть те, кто еще начинал торговать в 19-м, 20-м, те знают, что то, что было оставлено в 19-м, 20-м, тоже никуда не делось. И как бы, друзья мои, это все потом не улетело и сюда, в том числе. Конечно, там мега амбициозные истории, да, на фоне того, на фоне глобальных конфликтов, вот, но напоминаю, что, как бы, 18-й, 20-й, все, и после этого, по большому счету, с 20-го по 23-й золото никуда не растет, не падает, находится в коридоре. Если у вас были брошенные позиции в 20-м, 21-м году, и вы думали, что рынок к ним никогда не придет, он приходил к ним много раз. Поэтому ничего, как бы, такого необычного нет, все может вот так расторговаться, вот, но первая цель, конечно, находится здесь. Спускаемся с небесной землю, кидаем чистенький шаблончик, и пока видим, что у нас просто идет тупая натяжка перед новостью. Как правило, это все, друзья мои, расторговывается против, либо ложными пробоями, с хорошими проходами вниз, либо истинными, с новыми, там, разворотами и так далее. Поэтому ждем 15.30 и смотрим, что дальше будет. Что касается пары евро-доллар, друзья мои, дневочка у нас какая уже подряд закрывается в плюс, какая в плюс закрывается уже, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шесть, седьмой день у нас растет. По большому счету, это вообще ни о чем не говорит. Мы свое забрали, то есть была новость, откаты, взяли третью волну, обновили двухнедельный экстремум, слава богу. Очень мне нравятся именно вот сигнальные бары на дневках, которые, на которые можно опереться, либо на сломы, которых можно опереться, как происходило в этот раз на паре евро-доллар. Классика жанра, импульс наверх, откат, удар в площадку и хороший тренд наверх. Что по текущей ситуации? По текущей ситуации пока у меня хороших новостей для вас нет. Да, есть сверху еще экстремум, есть куда расти, есть промежуточная здесь площадка, все ее видят, можно даже часовой таймфрейм поставить. Надо его, кстати, вернуть, он неплох, неплох. Есть в свое время недобитые экстремумы, то есть здесь одна новость, здесь другая, вот между ними, кстати, очень небольшое расстояние, мы можем сюда дойти вполне себе. Но покупать от текущих дорого, продавать от текущих некуда, поэтому, на мой сугубо некомпетентный взгляд, по золоту, по евро-долларе, я не вижу пока хороших целей и заходов. Если по золоту я вижу хорошие цели, но нет захода, то по евро нет ни того, ни другого, поэтому ждем выхода новости, которая определит какой-то, какой-то приоритет направления, и если нам дадут откат, как было, например, на нонфармах, то можно будет работать на продолжение этого движения. По паре фунт-доллар, та же самая история, по вчерашнему дню поглощения, хороших целей нет, ни в лонг, ни в шорт, рынок очень вяленько натянутый, с точки зрения охоты за стопами, ничего любопытного пока нет. Давайте кинем чистенький шаблончик на иену и посмотрим. Иена. Иена зафлейтила, зафлейтила, но дала нам все-таки заработать на захвате промежуточной площадки, вот этой, вот этой, это была очень, очень классная сделка, с очень качественным соотношением, это был классический аукцион, то есть аукцион, ложный пробой, откат, тест, при стопе в 200, 5 к 1, в 1000, собственно, отработались, и сразу, и сразу возврат. Ничего пока любопытного, площадок нет, целей нет, я не, не рассматриваю сейчас этот инструмент для торговых идей. Австралийский доллар продолжает свою легкую нисходящую тенденцию, куча целей оставлены наверху, пока никаких сломов любопытных нет, на дневках тоже, тоже такая легкая каша, дублирует все долларовые инструменты, ничего пока любопытного я здесь не вижу. Доллар-каналец, нас тоже пока не радует, была хорошая лонговая инициатива, не дошли мы до лонгового слома, с точки зрения охоты за стопами, площадок нет, не торгуем. Доллар-франк подваливает знатно, подваливает знатно, и если так он будет дальше делать, напоминаю, что этот инструмент и дальше, кроссы мы рассматриваем исключительно в рамках сеточного метода торговли с определенными шагами, в зависимости от волатильности этих инструментов. И доллар-франк будем набирать ниже 23 года, если форекс-боги нам дадут это сделать. Канадец-ранк, та же самая история, но поближе, в принципе до переписывания лоев осталась уже ерунда, 1700 пунктов, канадец-иена поджимается, если так и будет происходить, то с шагом в 1000 будем набирать в шорты, пока он не дошел. Франк-иена тоже готов к переписыванию хая, будем набирать его в шорты, если будет переписывать каждые 1000 пунктов. Надеюсь, Банк Японии еще даст своего японского дрозда, и иена еще получит нормальный импульс, где можно на нем будет подзаработать. Ауди-кат, он тоже кренится вниз, будем набирать его ниже минимума текущего года, пока он сюда не дополз. Новозеландец-франк, наверное, пожалуй, убрать вообще, потому что полгода по нему нет хороших сигналов, и до краев диапазона, где он нам интересен, он еще не дошел, в ближайшее время точно не дойдет. Новозеландец-франк поддавливает в рамках своего шортового тренда лая, и через, сколько у нас здесь, ну, через 2000 можно набирать его в ланги, пока не дошел. Новозеландец-франк вылез со своего диапазона вниз, но нас интересуют лучшие цены. Жижа. Вчера я давал сигнальчик по жижу, друзья мои, и он однозначно показан у меня на графике. Это был тест лангового слома, который произошел на этих выходных. То есть, был слом, был тест, и, собственно, сейчас мы торгуемся ниже. все это дело можно перенести в эту зону и по большому счету ждать двух моментов. Либо теста пробитой зоны снизу, либо обновления, собственно, всего экстрема в рамках такой большой трехволновой структуры, в основе которой находится гепчик, как вы любите говорить. Ну, собственно, здесь при рисках в полтора бакса, первая цель, два, вторая цель четыре баксончика. А если вы дотянете до этого слома, то будет пять баксов против полторашечки заложенной. Газик немножко подсдулся, немножко осталось до теста зеркала. Писали мне люди, которые удерживают газ и жаловались на то, что всю прибыль, которая здесь у них накопилась, скушали свопики. Друзья мои, это хороший опыт понять, что есть инструменты, которые очень сложно торговать в долгую и по которым по свопам может быть не очень хорошая история. Но напоминаю, что по валютам через мою партнерскую ссылку вы можете торговать без свопов абсолютно и удерживать позиции хоть годами бесплатно. Биткоин, друзья мои, подваливает в рамках наших шортовых ожиданий. Напоминаю, что по биткоин у нас также шортовая идея охота за стопами за уровнем 24 примерно 800, чуть ниже. Это двойное дно между морозным июнем и солнечным сентябрем. И этот уровень надеюсь будет пробит. Вы знаете, с какой скоростью падает биток, поэтому не мне вам рассказывать, что это может произойти за несколько мгновений на основе каких-нибудь новых новостей об ограничении криптодеятельности в мире. Так, доллар-рубль, как и завещал ваш покорный, но, к сожалению, не всегда дальновидный слуга, соточку удержал, ибо, на мой сугубо некомпетентный взгляд, соточка является таким репутационным уровнем для нашего центрального банка, и уж механизмов воздействия на рынок у него хватает. Поэтому мы торгуемся теперь по 96, а не по 101, как было некоторое время назад. S&P 500, на значок все подрастает перед инфляцией, но только никто не знает, какая она выйдет, поэтому народ втаривает фонду, здесь с точки зрения техники ничего любопытного нет, поэтому здесь особо долго комментировать не буду. Индекс бакса немножко скорректовился, напоминаю, хороший широтовый слон находится наверху, здесь мы пока не лезем, каких-то охотничьих торговых идей нет, поэтому я здесь особо не комментирую. Большие красы в лице еврокада нас пока не интересуют, еврофранк валит, и это очень хорошо, потому что его можно будет набирать ниже 22 года, и он скоро собирается пробивать уже годовую площадку, и впереди 22 год, и набор вланги будет очень хорошей идеей, с шагом не менее тысячи пунктов по никому непонятному пятому знаку. Про Сильверок я рассказал вчера, давайте переключимся к ответам на вопросы на этом канале по вчерашнему видео, давайте посмотрим, юзер фу4, фу4 пишет, что нетрудно понять по фразам, соединенным по некоторым данным штатам Америки, что этот человек настроен против доллара и генерирует соответствующие идеи с удовольствием. Дорогой вы мой фу4, юзер фу4, мне абсолютно пофиг, что на доллар, что на рубль, я лишь генерирую те идеи, которые в рамках системы охота за стопами считаю актуальными. По золоту еще даже половину коррекционного движения не прошли, как минимум 1950, оттуда и нужно протестировать. Ну, есть такая идея, тоже может быть. В любом случае, если вы хотите откуда-то вшартюкать, либо как следует отланговать, то для подтверждения ваших шартово-ланговых потугов должны произойти какие-то подтверждающие геометрические сетапы, в стратегии которых вы верите. Либо перекупленная перепроданность на RCI, либо дивергенция Макдиш-Макдис тахастиков и блохастиков, но должны быть какие-то подтверждения, иначе вы будете тупо набирать сетку против шерсти, что может здорово ударить по вашему потрепанному трейдерскому кармашку. Киосаки, Кэти Вуд, вот это ну вот такие люди, да. Кто-то заработал на евро-долларе и это очень хорошо. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации, есть тайм-коды, с помощью которых можете путешествовать по моим валютным фантазиям, почта, которую я не читаю, есть открытый телеграм-чат, где мы обсуждаем торговые стратегии, планы, обмениваемся какой-то информацией, софтом, просто ржем, порой различными форекс-юморесками. Кстати, вчера была интересная тема у нас, как назвать необычным образом торговые инструменты, и это была, конечно, хохма, подключайтесь, вы можете в нашем чате не только напрячься, но и расслабиться. Напоминаю также, что под каждым видео своим участием есть, кроме ссылочек на чаты, еще и партнерская ссылка моя с ИнстаФорекс, то есть партнерская программа, через которую именно вы можете вообще не платить свопы, что подарок судьбы, мало кто это понимает, пользуйтесь, пока работает, ни один брокер не дает такого шоколада, как бессвоповая торговля по валютам вообще бессрочно, и это подарок судьбы, который падает на голову незатейливым сеточникам, которые порой держат сетки месяцами, неделями, а то и годами, и оказывается, что свопы съели полусчет, чтобы такого у вас не было, подключайте счета в инстафорекс по моей партнерской ссылке, если стесняетесь, не знаете, как это делать, пишите вот в этом телеграм-чате, мы вам поможем, также есть возможность торговать на счетах с ультра-спредами, которые в три раза меньше средних спредов компании инстафорекс, добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом, на сегодня у меня все, понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, и до встречи, завтра утром, на очередном обзоре рынка Форекс, всем пока.